Девушки отдыхают Клубу 50 Это наш Это наш отечественный интеллектуальный продукт Это не просто программа, это не просто проект Это массовое молодежное движение КВ, все в порядке Движение Все только начинается На старте КВ Молодежное движение Всем привет! Если в жизни и можно докатиться до чего-то хорошего То финал Премьер Лиги безусловно занимает высокое место в рейтинге приятных событий Из 12 стартовавших кабан 6 в финале 50 на 50 таковы оказались шансы сыграть в главной игре сезона Это значит, что цифра, обозначающая юбилей нашего клуба Вновь оказала свое магическое влияние Ну, о юбилее мы поговорим чуть позднее А пока подводим итоги сезона побед В этом году у нас была масса экспериментов Вспомним хотя бы то, что только начиная с полуфинала в команды стали играть на вылет Ну, а теперь мы играем на взлет Ведь победитель нашего турнира автоматически становится участником высшей лиги сезона 2012 года И самую важную победу безусловно готова одержать Например, команда КВН из Латвии Рижские Готы ТВА Сега Мега Драйв 16 бит Высшая школа экономики Москва Команда КВН Ананас Вязьма Факультет журналистики Санкт-Петербург Команда КВН Иркутского государственного университета И сборная Камазиакского края по КВН, представляющая Астраханскую область Теперь о жюри Жюри премьер-лиги в этом году формировалось по разным принципам Но сегодняшнее жюри настолько соответствует финалу Что мне даже придется выйти на авансцену, дабы достойно их представить Итак, уверен, уже по первой фразе вы поймете, о ком идет речь Кинорежиссер Врач-психотерапевт Бывший депутат Государственной Думы Комитан команды КВН Баку Юлий Госман Друзья, премьер-лига идет в эфире уже девятый сезон И дабы высокое начальство наконец-то посмотрело эту замечательную игру Мы решили пригласить сегодня генерального директора Первого канала Константина Львовича Эльса Человек, который сейчас выйдет на эту сцену, обычно сидит в жюри другой программы Так что сегодня ему предстоит несколько расширить свой кругозор Президент Международного Союза КВН Александр Васильевич Масляков Итак, друзья, вот именно эта тройка будет сегодня отвечать за результат игры Если кто-то скажет, что есть более объективная команда судей, то я скажу нет Прошу, занимайте свои места за столиками жюри Ну и последнее, что мне осталось сделать перед тем, как мы начнем игру Это пожелать командам удачи Спасибо! Итак, команды отправились за кулисы с решительным настроем решить все свои проблемы, все вопросы по чемпионству прямо в первом конкурсе Как я уже говорил, экспериментов в этом году была масса, но сегодня финал, нервы у всех на пределе, поэтому играем классику Начинаем с самого, что ни на есть традиционного приветствия Тема его классика жанра И первыми на эту сцену выходит команда КВН Иркутского государственного университета Финал премьер-лиги, ну здравствуй, столица! Так, ты что с ума сошел? Финал премьер-лиги, ты босиком Что я сделаю-то? У нас команда огромная теперь, мне не хватило ботинок Быстро иди, найди себе что-нибудь Ты посмотри на него, ушел, даже не извинился Даже Губерниев извинился за недавний инцидент Цитирую Кару лютую прошу за слова свои каверзные И никакой Славка Малафея сын не на воза куль А есть преславный ворот страж и футбола российского надежа И что ты напялил? Я тебе говорю, нет у нас ботинок Ну пришлось в гримерке жюри одолжить сапоги у кое-кого Как на себе? Ты, Никит, понимаешь вообще, что ты делаешь? Что ты говоришь? Ты с самого начала уже расстрелял меня, как в игре с зомби против растений Вот из этого горохострела через горячий пень и прям в меня Никита, ты думаешь, что ты говоришь? Далеко не все сейчас тебя понимают Юлия Соломоновича игра с зомби против растений выглядит примерно вот так Вот горохострел Из него летит горох через тот самый огненный костер Вот именно из-за тебя сейчас Юлия Соломонович чувствует себя, как мать ее сруст на допросе у Грамыка Так а тебе не кажется, что сейчас тебя понял только Гусман? Уважаемые зрители, в 87-м году немецкий спортсмен Матиас Руст совершил несанкционированную посадку на Красной площади. За что и попал на допрос к председателю Президиума Верховного Совета Советского Союза Андрею Громыко. Да, приземлиться он смог, потому что в 87-м наши ПВО примерно вот так выглядели. Так что не говори всякой ерунды, понял? Как сапоги собираешься возвращать? Я не собираюсь их возвращать. Только попробуй. А это что такое? Ты что, сам-то не видишь? Нет, я вижу, что это пистолет. Почему он с крыльями? Это пистолет. Что за пистолет? Вот смотри. Ботинки освободились. Быстро переобуйся, а эти верни. Пистолет. И много у тебя еще такого оружия? Да просто завались. Есть даже такие экземпляры, как револьвейр. Или, например, нум-чайки. Моя любимая колбасабля. И, наконец, самое секретное, ради никому неизвестное, до сели никем не испытанное, сверхмощное оружие. И это торпедро. Так, прекрасно. Летели сюда пять тысяч километров, чтобы показывать колбасаблю. Отлично. Мы когда уже будем нормальный КВН показывать, а? Ты знаешь, Рикит, надоело показывать КВН. Хочется КВН посмотреть. Здравствуй, зал. Итак, КВН, он ведь разный. Представьте, парень со слабым вестибулярным аппаратом. Молодой человек. Принципиального библиотекаря придавило шкафом. Спасите. Помогите. Пожалуйста. Вот это уже здорово, но этого все равно мало. Что значит мало? Этого слишком мало для победы. Понимаешь, я просто очень сильно боюсь занять второе место. Ведь вторых никто никогда не помнит. С чего ты взял-то вообще? Ты сам-то помнишь второго космонавта, а? А второй поцелуй, второй секс, второй января вообще никто не помнит. АПЛОДИСМЕНТЫ Все парни помнят, как зовут красивую. Как зовут вторую, вообще никто не помнит. Выпь меня нигде же кружка, вторую строчку назовешь, а? Да что там стихи, кто помнит вторую куплет песни? Да какой песни? Да любой песни. Ну, там, где клён шумит, например. Ни к чему теперь. Так помолчи, пожалуйста, а? Понимаете, второе место, это значит, что ты где-то не доработал, что-то не сделал. Вот у вас есть что-нибудь, что вы готовы сделать ради победы, а? Да. Если мы сегодня победим, я, ей-богу, женюсь. Александр Васильевич, миленький, пускай они выиграют, он своё слово сдержит. Сказал, женится, значит, женится. Не, вы знаете, пацаны, у меня наоборот. Если мы сегодня выиграем, я свою брошу. Константин Львович, главненький, ну пускай они выиграют, не бежайте, вы нашему счастью. Если мы сегодня выиграем, я в армию пойду. Надоело мне от военкомата прятаться. А Юрий Александрович, пусть они выиграют. Я его четыре года ищу, а у нас недобор в армии. Знаете, а мне отец так сказал. Бросишь КВН, я тебе куплю квартиру, машину и бизнес свой отдам. Вот ты Америку открыл, а? Ну ты видел хоть одного человека, которому бы отец сказал, бросишь КВН, пребью. Ты что, сам сам... Команда КВН Иркутского государственного университета. Команда КВН Иркутского государственного университета. Друзья, не бросайте КВН! КВН, была такая команда Прима, которую можно было выкурить. Была такая команда Сок, которую можно было выпить. Ну, а вот теперь появилась команда, которую можно съесть. Причем с удовольствием. Ананас Вязьма. Встречай, столица! Самая народная команда Премьер Лиги! Дело было назад лет пять. Мечтал я в телевизоре играть. Его сезон практически прошел. Сейчас финал, и это хорошо. Здравствуй, зритель! Эй! Дало интриги! Эй! Ровно шаг до высшей лиги. Приготовьте, эй! Верну снова, эй! Уработает любого здорово! Поехали! Дорогие друзья, как правило, на свадьбу съезжаются родственники со всей страны. Иногда возникают некоторые проблемы с их расселением. Итак, представьте, квартира молодоженов, первая брачная ночь. А это кто? Дядя Саша из Воронежа. А это кто? Тетя Люси из Кирова не узнала, что это. Нет. А это кто? А это мой жених. Тогда тебе сюда. Сотрудникам МВД, не прошедшим переаттестацию, очень непросто адаптироваться к работе на новом месте. Ты будешь покупать холодильник? Зачем мне второй холодильник? Заткнись! Здесь вопросы задаю я. Ты будешь покупать холодильник? Нет. Хорошо, сейчас мы с тобой по-другому поговорим. Сергей Петрович, вы что делаете? Сергей Петрович, тихо, успокойтесь. Я сам, я сам, я сам. Привет, друг. Здрасте. Куришь? Кури. Тебя как зовут? Дима. Да что ты с ним вать? Сергей Петрович, я сам, я сам. Дима, вот зачем тебе все эти заморочки, а? Ну купи ты этот холодильник. Старый на дачу отвезешь. Ну, хорошо. Давай вот здесь подпиши. И давай дуй на косу. Чего нас из органов поперли? Да хрен его знает. Друзья, ни одно международное собрание не обходится без помощи переводчика. Итак, представьте выступление Дмитрия Медведева на саммите большой восьмерки. Итак, коллеги, вам переводят? Я хотел бы обсудить проблему ВТО. Потому что вступление в ВТО это не хухры-мухры. А мы с вами не петрушки, чтобы на авось через пень-колоду в бирюльке играть. Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, не торопитесь, пожалуйста. Мы еще хухры-мухры до конца не перевели. А. Событием, которые недавно потрясли мир, посвящается совет директоров футбольного клуба «Анжи». Ну давай по списку, что мы там уже купили. Значит так, Роберто Карлос, Жирков, ВТО, Овечкин. Стоп, какой Овечкин? Это ж хоккеист. Но он же согласился. А, да, да. Здравствуйте, я за зарплатой. Ты кто? Это О. Подожди. А ты-то да кто? А, впрочем, ладно. Забирай! А скажите, а с кем мы в этом месяце играем? Значит, слушай. Том, Амкар, Сибирь и Волга. То есть в этом месяце в футбол играть не будем? А-а. Друзья, в конце хотелось поделиться хорошей новостью. Совсем недавно к нам в Вязьму приезжал Владимир Владимирович Путин. Походил всюду, посмотрел и говорит. Хорошее место. Здесь бы город построить. То ли в предыдущих играх у нас было не слишком суеверное жюри, то ли хвост ящерицы, зашитый в кулису, действительно сильное заклинание. Во всяком случае, к всеобщему удивлению, они в финале. Рижские готы. На сцене самая черная команда этой светлой игры. Встречайте, рижские готы! Спасибо тебе, Москва, готова я не шутя, тыщу раз повтори. Поехали! Москва, кто кроме тебя? Нас его за сезон смог бы так изменить. Женя! Я на газета не случайно не выпила ничайно, не нужно задавать вопросов зря. Я буду просто восхитительным, безумно убедительным, и будете в восторге от меня. Принимай нас, народ! Мы другие совсем. Вот такой поворот! Что за радость? Вы Каддафи поймали? Чего вырядились, как Тимати на Пасху? Так, кто затеял эту революцию? Это он, наш Эрнесто! С ума сошли? Да ты на тебя посмотри! Вот что это на тебе? Нормальное пальто из кожи. Из какой еще кожи? Ты его не знал. Да как ты не можешь понять, что всем уже надоел этот загробный имидж? Вон, зомби! А когда из подъезда выходит, дворник креститься начинает. И что? А ничего, что он мусульманин! Стоп! Ну-ка пошли вон отсюда! А ты радуйся, ты только что команду угробил! Ой, да я тебе таких готов сейчас за секунду достану! Князь, прости, абсцент попутал! Кару лютую прошу послать! Не для себя прошу, для них стараюсь! Ладно, я, конечно, тоже хорош. Хорош я? Хорош, глядь, хорош! Дану вас! Пишки, вот и... Начнем сначала. На сцене самая черная команда этой светлой игры. Особь, докажи. На капоте юбочка, туфли на шоссе. Кто знаком был с Любочкой, приходите все. Не жалей никого, еще жестче! Стоп! Все доказано! Ничего не доказано! Это что за фольклор? Я извиняюсь, но ваш репертуар нашему имиджу не подходит. Что значит не подходит? Бабулечки, ну-ка! Зря ты это сказал! И... Он измерил мне давление, спрятался за шторою. Проще вызвать дьявола, чем дождаться скорую. Еще одно! Очень-очень-очень любим Константина Львовича. Костя, дайте телефон Лене Якуповича. Спасибо! Спасибо! Спасибо, бабулечки, выручили! Спасибо! Вот совсем другое дело. Я надеюсь, ты сам понимаешь, что ты нам все испортил. Ой, послушай, здесь есть кому решать, кто что испортил. Вот сейчас подойду к жюри и спрошу, кто здесь что испортил. Между прочим. Да ладно, боже мой, это же жюри. Здесь можно с ними по... А я к жюри не волнуйся. Ты руки убери свою. Я говорю, руки убрать. И, алло, ты что, обалдел? Наших бьют! И, алло... Сан Саныч, ну что ж вы стоите, ну сделайте же что-нибудь! Господи! Красота-то какая! Уважаемый Константин Львович, ну когда вы еще такое в высшей лиге увидите? Когда-когда? В следующем году уже. Я правильно говорю? Следующая команда пришла к финалу, как оказалась на весьма современной игровой платформе с высокой частотой юмора. Sega Mega Drive 16-bit. Высшая школа экономики. Москва. А сейчас финал. Время удивлять. Илья, аккуратней. Сейчас финал. Ответственная игра. Так что давайте не будем затягивать и начнем по традиции с Sega Mega Drive 16-bit. Началось! А начать мы хотели бы с бессмысленного номера. Итак, во дворе. Зина! Зина! Зинаида! Зина! Зинаида! Зин! Зина! Зин! Зин! Зинаида! Зин! Зинка! Зина! Зин! Зинаида! Зина! Зин! Зинаида! Зинка! Зинаида! Зин! Зинаида! Зинка! Зин! Зина! Зинка! Да чего? Мужик! Мужик! Так как цена на офисные помещения в Москве постоянно растет, то появляются вот такие конторы. Войдите. Садитесь. Добрый вечер. Ну вы... Вы сами знаете, что мы быстрорастущая компания. Но нас постоянно притесняют. Кочеку хотите? Да, конечно. Галечка, кофе, пожалуйста. Вот ваш кофе. Вот документы. Спасибо. Подождите, я с молодым человеком поговорю. Понимаете, я вел объявление... И понял, что хочу у вас работу. Так вопрос, почему такой маленький офис? Понимаете, мы работаем в самом центре. Ну, собственно, это и есть ваша работа. Вы принято. Ну что ж, а теперь финальный номер с участием уже полюбившихся персонажей. Итак, «Союзмультфильм» — запись очередного мультфильма, где движение героев отыгрывают реальные актеры. Датчики надел? Да. Проверяем. Три, два, один, пишем. Илья! Кристин, я же сказал, что мы с тобой расстались. Илья, нам надо поговорить. Пойдем. Пойдем. Стой! Ну куда ты пошла-то? Пойдем там постоим. Там хоть не накурено. Ну что ты хочешь-то? Ну что ты молчишь? Да, нам надо расстаться. Нет, дело не в твоем отце. Мне кажется, у тебя кто-то есть. Дай посмотрю, кому ты там звонишь. Я так и знал, что таких, как я, у тебя много. Все, до свидания. Ну что ты платишь? Да, мы были с тобой два года, и нам было хорошо. Но я хочу чего-то большего, понимаешь? Давай останемся друзьями. Что делает девушка на площадке? Так, убери руки. Достань. Стоп, снято. Слава богу. Ну что ж, наше приветствие, наше приветствие подходит к концу. И мы бы хотели сказать огромное спасибо премьер-лиге за то, что здесь мы познакомились с такими замечательными командами. Ребят, кто бы не прошел высшую лигу, мы с вами. Север Мега Драйв 16 бит. Спасибо. Тот факт, что в КВН играют во всем мире, он, на мой взгляд, менее удивительен, чем название тех мест, откуда к нам приезжают команды России. Астраханскую область представляет сборная Камызьякского края по КВН. Финал премьер-лиги. Шесть достойнейших команд. И победит только та, которая по-настоящему команда. А паренек, между прочим, не зря нагнетает. Мы сегодня очень мощный коллективчик. Let's go. Камон, Камызьякский край. Да Россия, матушка. Да! Нет у меня никого, кроме рядом кружка. Да-да-да, да-да-да, да-да-да-да-да-да. Банда Камызьякская, поднимись под жизненно зло, пусть Москва Савянская подпоет. Да-да-да, да-да-да, да-да-да-да-да-да. Да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Что в переводе «Ес, ес, ес». Друзья, друзья, сегодня очень важная и серьезная игра. Нам в Камызьяке после сегодняшнего финала обещали каждому дать по квартире. А вот таким вот огромным чугунным тяжелым шаром на кране. Как? Дадут каждому по квартире. Да-да-да, как в мультфильме, ну погоди, все правильно. Что говоришь, мальчишка? Нет, никогда к Волку коньки маловаты были, не путай, нет. Что уж ты прям. Ты еще Том и Джерри вспомни, серию, когда к Мышонку двоюродный Мышонку приехал. Друзья, финал Москва. Камызьяке! Обычный день в камызьякском клубе свингеров. Поменялись! Анатолий Чубайс презентует Владимиру Владимировичу Путину корпорацию «Роснано». Владимир Владимирович, вот наш нано-завод. Давайте пройдем в дверцу, давайте, заходите. Ага. Вот наш персонал. О, здрасте, здрасте. Я думаю, кто такие у нас маленькие штучки делает? Ха-ха-ха, здрасте, здрасте. Смурфики! Перестаньте, они же обижают. Не обижайтесь, смотрите. А сейчас ваша любимая камызьякская подворотня. О, пацанчик, а ну-ка, тормозись-ка здесь. Сам откуда будешь, братан? А ну-ка, отошли от него! О, старый знакомый, салдафон. Иди, балдей по-своему. Ладно, мы же тебя не трогаем. Че ты к нам придираешься? Че? А ну-ка, муха, разберись-ка с ним по-быстрому. Давай, пошел, муха. Давай, пошел, муха. Давай, пошел, муха. Давай, пошел, пошел. Давай, давай, красиво, муха. Ну что, вспомнил? Давай, давай, давай. Вовка, теперь ты давай. Давай, давай, Вовка, пошел, пошел. Молодец, Вовка. Давай, еще, давай, еще. Красиво. Молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, еще, еще. Вот так. Вот теперь интрига. Получится у меня или нет? Вы чё, все подготовились, что ли? Конечно, милый десантник, конечно. Мы все подготовились, потому что сегодня финал премьер-лиги. Все подготовились, все, кто на этой сцене, все готовы. И он тоже подготовился. Но только он человек солидный, он, ты к нему лучше не подходил, он просто возьмёт тебя с травматики в пузяку, как шмальнёт. 50 раз в честь юбилея КВН! Друзья, ну и, наконец, очередное заседание в Камазякском суде. Встать, суд идёт, а то опять ругаться будет, сами ж знаете. Да отдай, отдай! А чё, у Сашки боишься дофу рожку забирать? На, на, ныти. Всё, давайте, тысяча, суд начинается, короче. Давайте серьёзнее, давай сюда приговор. О, меню! А где моя папка с дуку? А, в ресторане оставил, да, елки-палки? Вот сейчас хохма будет, если кому-то в ресторане приговор принесут. Ты не смейся, ты чё? Хотите прикол про Русика расскажу? Сейчас машина проедет, подождите. Здорово, Василий. Короче, прикол про Русика. Он хотел себе квартиру отжать и начал за одной бабушкой ухаживать. Ухаживал, ухаживал, ухаживал и выходил её. Не повезло, перестарался. Она потом на море с каким-то грузином уехала. Ой, ладно. А, Валентина Степановна, ты скажи мне, пожалуйста, ты же в снах разбираешься. Вот мне три дня один и тот же сон мне снится. Короче, снится мне, что я сплю, и ко мне вот этот чёкнутый прихватит эти палки, в чём мать на выпускном была. Открывает пакет и достаёт туда рыбу сырую. И начинает её грызть, короче. Ей, ес, ес. Я говорю, ну что ты делаешь, в конце концов, ну ты хотя бы почистил бы её. И она её резко разворочит. Я в Лас-Вегасе, короче, напротив рулетки стою и смотрю шарик. Так-а-так-так-так-так-так-так-так-так-так. На 23 красный. Только-только-только-только. Я уже победа, короче. Хлоп, сюда. Менты областные. Хватают. И начинают мне за это приявлять вот это. Ну нельзя вот это играть подпольным. Ты знаешь эту статью, новая. Вот. Ну и я, короче, выкручиваю и резко одного как впитак даю, короче. А во сне же удар слабый, сами знаете же. Ну и вот. И еле-еле, короче, выкрутился. И бах, хлоп, я по Москве иду. Резко по Москве иду. Такой. И навстречу мне Константин Львович Эрнс идет. И такой говорит, здравствуй, Азамат. Я говорю, ну здравствуй, Константин Львович. А я, понимаешь, после того, как во сне в Москву переехал, такой наглый стал, представляешь? И он мне говорит, Азамат, ты не хочешь в федеральном суде, короче, работать, вести эту передачу? И давай я тебе номер телефона свой дам. Я говорю, не надо, я так запомню. И потом во сне, дурачок, надо было бы сам себе, говорю, проснуться бы и записать, елки-палки. Восемь гудок. Не, сейчас не вспомню уже точно. Ладно, все, Сашка, слушай, ты электрический стул сделал? Да. Короче, высшая мера наказания тебе электрический стул. Я протестую, у нас нет смертной казни. Елки-палки. Ты кому? Заткнись, пожалуйста, в конце концов. Ну и какая смертная казнь, в конце концов? Ты что говоришь? У нас электрический стул на одной пальчиковой батарейке работает. Просто током шандарахнет ради смеха, правильно? Тоже унизительно, правильно ведь? Друзья, друзья, собственно говоря, почему мы каждый раз показываем номер про суд? Да потому что мы знаем, как тяжело судить. Вот, уважаемый жюри, мы вас сейчас прекрасно понимаем. И даже как нужно вам сейчас постараться каждой команде хорошие оценки поставить. А Камызяк, чтоб чемпионом стал. Да. Если бы я даже не сказал, откуда к нам приехала следующая команда, то по прошествии приветствия вы все равно наверняка бы догадались. Неповторимый питерский стиль презентует нам команда КВН, факультет журналистики. Финал — это большой праздник, поэтому радостью от него мы решили поделиться со своими вторыми половинками. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команда КВН, факультет журналистики. Ну, как вы видите, парой нам подбирала Лариса Гузеева. Много уважаемые члены жюри, наверное, сейчас не вполне понимают, кто из нас команда КВН. Поэтому мы поскорее проводим свои вторые половинки за кулисы и начнем выступление. Катенька, солнышко, подожди меня за кулисами. Катенька, солнышко, подожди меня за кулисами. Катенька, солнышко, подожди меня за кулисы. Катенька, солнышко, подожди меня за кулисы. Собей смочекар. Чего? Собей смочекар. Дело в том, что я татарин, а она у меня башкирка. Я говорю за кулисами, подожди меня. Слушай ты, уходи, убирайся, проваливай за кулисы, срочно, силач противный. И вещи свои забери. Ну? Что, ну? Ну что, ну, Саш, ты уходишь за кулисы. Почему я? Ну, ты моя вторая половинка. Я вторая половинка? По-моему, это ты вторая половинка. И, между прочим, ты у меня не первая вторая половинка. Так, что опять началось? Снова вся страна смотрит, как на Первом канале двое из Питера не могут решить, кто должен остаться. Пойдем со мной. Ух ты, ребята, а вы куда? Привет, я Ира. Это все из-за тебя. Саш, Саш, Саш. Александр Васильевич, вы извините, что я к вам обращаюсь, просто сами видите, что на сцене устроил. Надо с Сашей помириться. И вот подумал, почему бы с вами этот разговор не прорепетировать. Сами понимаете, нам к военщикам без репетиций никуда. Поможете? Все-таки одну передачу делаем. Ну, я начну. Саша. Подожди, а вас можно Сашей называть? Спасибо, извините, я еще раз. Сашенька. Я понимаю, что мы с тобой люди разных вкусов, разных интересов. Я все больше провожу время дома. Ты все еще тусишь по клубам. Но, в конце концов, у тебя взрослые, интересные друзья. Тебе с ними весело. И вообще, я бы хотел с тобой почаще видеться. Вот. Так что, давай мириться. Кракозябрик мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Александр Васильевич. Господи, какой крутой. Сереж, что случилось? Да все уже случилось. Мы на вас, на стене, все наши пары. Мало кто знает, но дуэт бардов Никитиных очень популярен в Турции. Шугурба, ашугурба, шаверба. Шугурба, а сервиса Юрюк. Ашгилашкусюкусюшаверба. Шугурба, ашугурба гежды. Шугурба, ашугурба, шаверба. Шугурба, а сервиса Юрюк. Ашгилашкусюкусюшаверба. Шугурба, ашугурба гежды. Константин Львович, я к вам. Здравствуйте. Ну, вы сами видели, мы тут с Сережей. Мы подссорились и хотелось бы побериться как-то, прорепетировать с вами. Можно? Ты подарил мне сливу? Ты же знаешь, я люблю розы. Я сейчас с тобой разговариваю исключительно потому, что ты нравишься моей маме. И вообще, в последнее время у меня складывается такое впечатление, что наши отношения у тебя на втором месте. А работа на первом. И перестань называть меня крокозяброй. В смысле, вы как хотите меня называть, а чтобы Сережа не... Константин Львович, что вы делаете со мной? Вы меня запутали. Я же женщина! Саша, ты куда? И ты куда же! Саша! Саша! Саша не видел? Не-не, не видел. Ладно, найдется. Слушай, про губернию вас слышал? Нет? Нет, но есть ум у человека. Есть ум у человека. В прямом эфире микрофон не выключить. Да, 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 да. Он бы еще дома воду не выключил и в нее гадости про соседей наговорил. Да, да, да. Слушай, как там зал-то? Да, зал нормально встречает. Хорошо. Для Москвы вообще отлично. Жюри, правда, не очень. Ни Сасина, ни Шпенькова. В общем, другое жюри. Другое в прямом смысле этого слова. Да, 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 да. Слушай, а что ты меня все время поддакиваешь, а сам ничего не говоришь? Как не говорю? Я говорю, я очень люблю КВН и все его игры. Я толерантен и уважаю Александра Васильевича. А что это ты в микрофон говоришь? Слышь, ты же из другой команды. Из какой команды-то я тебя спрашиваю? Я тебе сейчас знаю, что сделаю? Сейчас у меня... Так, мне все это надоело. Так больше продолжаться не может. Слушайте вы. Саша, Сережа, ну вы же взрослые люди. Я вас умоляю, ну помиритесь вы, наконец. Я знаю, я знаю, что вы поругались из-за КВН. Но поймите, родненькие вы мои. Сегодня здесь не ты. Не ты ничегошеньки не решаете. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну помиритесь. Вы же наши два кракозябрика. Ир, слушай, спасибо тебе большое, но это уже не имеет никакого значения, потому что мы с Сашей только что помирились. Ну вот, берите с них пример. Ира, 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 Ира. Дорогие друзья, сегодня финал. Играют шесть команд, но только одна станет чемпионом. Самая стильная, самая интересная. А остальные? Что остальные? Ну с остальными-то что? Ну не знаю, домой поедут. Да как же они девчушин в своем глаз посмотреть-то будут? Нормально, наверное. Да кто же его? Соколика чемпионства, невидавшего жениться на себе, позовет. Вот пришлет ему суженную весточку. СМС голубиной. Не горюй, главное не победа, главное участие. А сама Алиса за другого КВН-чика замуж пойдет. За более успешного. И возвернется он домой на щите. А к нему навстречу. Братишка меньшовый бежит, в варежках на позу ногу надет. Дернет брата за пологи на стерке концерта. И что с тобой, Ванька? Посмурнеет дочь из Иван. Шапку с мороза в сердцах пол вонзит и скажет. Не смешной у тебя, брат, Зелька! Вообще никому не смешной! Ира, Ира, Ира. Подожди, сейчас так шесть чемпионов будет. О, нет, сейчас не надо, надо только этого. Лучшего лучшего из лучшего. Факультет журналистики. Мы за шесть чемпионов. Ее не слушайте. Приветствия сыграны. Жюри у нас опытное, работает быстро. Поэтому если команды хотят успеть увидеть оценки, то самое время для них выйти на сцену. Классический максимум за приветствие. Пять баллов. Судили мы в этом году и табличками, и коллегиально. Сегодня работаем только табличками. Но усреднять баллы мы не будем. Нам дорога оценка каждого суди. Поэтому сегодня мы будем суммировать баллы. Итак, прошу первые оценки для команды КВН Иркутского государственного университета. Пять, пять, пять. Пятнадцать баллов. Команда КВН Ананас Вязьма. Пять, пять, четыре. Четырнадцать баллов. Команда из Латвии Рижские Готы. Пять, пять, четыре. Четырнадцать баллов. Московская команда Сега Мегадрайв 16 бит. Все судьи пятерки. Пятнадцать баллов. Сборная Камазиакского края по КВН Астрахань. Пять, пять, четыре. Четырнадцать баллов. И завершали приветствие КВНщики из Северной столицы. Факультет журналистики. Все судьи пять баллов. Пятнадцать сумме. Ну что же, продолжаем игру. Биатлон-конкурс, который за свою небольшую историю уже успел стать классическим. Мы в премьер-лиге решили его немного апгрейдить. На огневой рубеж выходит по четыре игрока от каждой команды. Задача наших уважаемых судей в каждом круге выявить самую лучшую, самую смешную репризу. Конкурс оценивается в три балла. Причем оценивается по принципу «победитель забирает все». То есть команда, которая победит в этом конкурсе и получит эти самые три балла. Остальные, к сожалению, не получат ничего. Итак, начинаем. Прошу. Первая реприза. Из-за незнания иностранных языков российский турист терпел до самых пирамид. Мальчик Сережа не любил списывать, поэтому списывал с очень грустным лицом. Мальчик с плохим кровообращением врет и не краснеет. Главная вежливость. За то, что горничная в турецком отеле сложила из полотенец лебедей, русские туристы на следующий день сложили из окурков слово «спасибо». Мальчик из бедной семьи так за всю жизнь и не узнал, что у него аллергия на черную икру и бейлис. Обороняясь, латвийские войны обливали кочевников кипящим маслом от шпрот. Собственно, за этим кочевники и лезли на стены. Итак, чья шутка была лучшей? Sega Mega. Команда «Quent Sega Mega Drive» сохраняет своего игрока. Он будет ждать своей очереди. Остальные теряют по одному игроку. Продолжаем. Следующий круг. «Привет, Олимпийский!» – крикнул Кайметов, проезжая мимо на велосипеде. Семья из Бутова, приехав в Лондон, не поняла, о каких беспорядках идет речь. Бригаде инженеров, работающих на дне карьера, сообщили, что начался обед. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто. Утана, уснувшая на заднем сидении «КамАЗа», разделила победу в ралли «Париж-Дакар». Чтобы победить на выборах президента, Дмитрий Анатольевич Медведев разослал в Твиттере сообщение. «Я участвую в конкурсе, реально нужен твой голос, это не спам!» «Хорошая новость для всех девушек! Лето закончилось, и снова можно жрать все подряд!» «Кто победил?» «Питер!» «Питер!» «Питерская команда оказалась лучшим!» «Прошу, следующий круг! Вязьма!» «Клавдия Ивановна слегка приторговывала наркотиками!» «Поэтому, когда все бабульки на лавке кричали «Ох, наркоман!»» «Она говорила «Псэй, наркоман!»» «Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно!» «Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой!» «Попугай сел на кактус и процитировал Акинфеева, когда того уносили с поля!» «С ноября по декабрь в Ватикане акция! Бог любит прихожан на 25% больше!» «Познавательная страничка! В США афроамериканцев-библиотекарей называют книгеры!» «Наблюдение!» «Если бы полицейским разрешили грабить людей, то они бы и взяток не брали!» «Сега!» «Следующий круг, а на нас, прошу, Вязьма!» «Валера до последнего думал, что он тоже сатанист, пока его не стали привязывать к жертвенному алтарю!» «Победителя конкурса «Подкаблучник года» на награждение не пустила жена» «Работник зоопарка во время пожара своими глазами увидел гиену огненную и даже два раза попал в нее из огнетушителя» «Нет худа без добра!» «Мужчина, прикованный рикетирами к батарее, первым из жильцов дома узнал о начале отопительного сезона» «Родители 37-летнего подростка, который днями и ночами рубится в компьютерные игры, могут позвать сына на обед только фразой «Хозяин, на нас напали!» «Зураб Церетели не угадал с мэром Москвы, и теперь у него во дворе пылится 100-метровая голова Грызлова» «Кто победил?» «Питер» «Итак, всего две команды у нас осталось, Sega Megadrive и Санкт-Петербург» «Прошу вновь по одной смешной репризе» «Когда очень плохой актер умер по-настоящему, в театре ему все равно не поверили» «Сергей Мавроди ехал в маршрутке, ему передали за проезд, с тех пор ни водитель, ни пассажиры этих денег больше не видели» «Ну и для круг, для уверенности, Sega» «Это интересно, оказывается, чтобы ограбить Сбербанк, надо отстоять очередь» «Питер» «Света помыла посуду, выгулила собаку, сделала уроки, но мама все равно заметила, что она беременна» «Питер» «Выпишел на улицу и припарковался на свободном месте» «Питер» «Мальчик, которому родители подарили велосипед за то, что он очень хорошо кушал, теперь не может на нем кататься из-за одышки» «Кто бы видел в этом круге» «Сега» «Сега» «Итак, прошу, Сега» «Колобок с освещенным центром тяжести накатился глазиком на сучок» «Питер» «Новости из Голливуда» «Мышонок из Том и Джерри уже после трехсотой серии потерял нить событий и решил, что кота пора кончать» «Еще круг» «А можно сочинять шутки» «Итак, техническим нокаутом» «Сега» «Стало похоже на танцевальный марафон» «Прошу, Сега» «Блондинка не справилась с управлением и не смогла завести машину» «И Битер» «Футболисты сборной России по футболу требуют замены со словами «Блин, я сейчас дохну вообще» «Учитывая, что вы так устали» «Пополам» «Итак, по полтора балла получает команда КВН «Сега Мегадрайв 16 бит» и факультет журналистики «Музыкальное домашнее задание», и в этом конкурсе перед командами стоит классический вопрос «Быть или не быть», естественно чемпионами, все что касается «не быть» команды не интересует, а вот «быть» им придется доказывать на этой сцене. «Быть» «Быть» Своё музыкальное домашнее задание показывает команда КВН «Сборная Камызиакского края» Астрахань. «Сборная Камызиакского края» по КВН-у представляет продолжение сказки «Русалочка. Знакомство с родителями». Что я тебе сказал? Всё, свадьбы не будешь. Понятно. Отец, ну я же люблю русалочку. Ты что творишь? Она рыба, а ты человек. Так, ты, пожалуйста, успокойся, а то я тебя знаю. Ты, когда волнуешься, начинаешь песни свои дурацкие петь. Всё, пожалуйста. Когда они зайдут, главное, не волнуйся, а то начнёшь свои дурацкие танцы танцевать. Всё. Ты не волнуйся. Ну что ж, держите краба. А теперь ловите краба. Эй, ты так со мной не разговаривай, понял? Ты так со мной не разговаривай. Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя выловлю и высушу, понял ты, эй? Ты понял меня? Вот они женятся. И где они будут жить? В Москве. М? Реке? Всё, я сказал, свадьбы не будет. О, не филе себе, как у меня в аквариуме. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всё, свадьбы не будет. Всё, сынок, пошли домой. Отец. Но мы же любим друг друга. Ну и что? Тогда мы сбежим. Тогда в погоню. Точно, в погоню. Разве я против, что ли? Но стойте. В погоне нам не обойтись без песни. Вот вспомните гардамаринов. Их никто никогда не мог догнать, потому что они пели. А те, кто за ними гнались, никогда не пели. Понятно? Вот и делайте выводы. Нам нужна хорошая песня. Завтра в 7.22 они будут. Чёрт-те где. Поэтому нам нужно поторопиться с выбором хорошей песни. Картофель, картофель, картофель. Наступят времена. Почистим. А сегодня нам некогда чистить картофель. Сегодня нам некогда чистить картофель. Нам нужно выбрать песню. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Эх, слишком длинное вступление в этой самой подходящей песне. Ну вот и всё. Мы уже их точно не догоним. А знаете почему? Вот только что в голову пришло. Потому что родители не всегда догоняют своих детей. А дети только с возрастом начинают догонять, что хотели родители. Нашим родителям на самом деле без разницы, кого мы любим. Человека или русалочку. Главное, чтобы жили по-человечески. Я человек, она русалка, вот такая любовь. В рыбу врубляться не собирался, но закипела вдруг кровь. Счастье своё без любви в жизни так сложно найти. Просто доверьте судьбе и на земле, и в воде. Такое счастье по-камызянски мы называем ништяк. Мы первый раз поём пациентам песню про Камызянк. Аж угосяки, аж угосяки, пусть называют и вас. Этот финал запомнит зрители, это награда для нас. Любите друг друга, как сборная Камызянского края по КВНу. Продолжаем музыкальное домашнее задание. Финальной игры сезона 2011 года на сцене команда КВН «Ананас» «Вязьма». Итак, представьте, праздник города. Красная площадь. Обычная вязьмская семья. Это была группа-комбинация, а сейчас главный сердцедец страны Стас Михайлов! Люба, Люба, глянь, я сыну шоколадку купил. А где сын? А? Я говорю, сын где? Какой сын? Я тебе что, двоих рожала что ли? Ты что, опять сына потерял? Да что ты стоишь, давай звони кому-нибудь. Господи Богу. Что ты мне-то звонишь, а? Как ты мог сына потерять? Так, шо, шо, мент тут, а? Здравия желаю, полковник Иванов. Здрасте, товарищ лейтенант. А, разбираешься. Скучно с вами. Мы вообще-то сына потеряли? Да ищем мы, ищем. А? Люба, послушай, ничего с сыном не произойдет. Это Москва, здесь живут культурные, адекватные люди. Самоголочка, ху-ля, как самоголочка, а тут же милые ветерок. Нормально, нормально так, норм... Где сын? Да ищем мы, ищем. Каруселька! Короче, я знаю. Иди на сцену и объяви в микрофон, что у нас сын пропал. Точно! Давай, давай, давай. Здравствуйте, здравствуйте. Соситочная. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Здорово! Хочется задать просто маленький вопрос. Вставай! Как настроение есть? Здорово! Готовы отжигать? Да! Поехали! Как я сейчас толпу завел? Я тебе посылал просыну за тебя. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Ина, Ина, Ина. Дмитрий Анатольевич! Да, да. Дело в том, что я в курсе проблем не только страны в целом. Но и каждой отдельной семьи в частности. Дмитрий Анатольевич. Секундочку. Вы знаете, я сейчас хочу сказать не как президент России, а как отец. Дмитрий Анатольевич. Да. Это не наш ребенок. Так, где же он может... Папа, мама, я нашел. Маленький, молодец, молодец. Какой же молодец. Мы тебя там долго искали. Слава Богу, мы тебя нашли. Молодец. Больше я тебя никогда не отпущу. Как мама сказала, так оно и было. Сыну 32, а он до сих пор живет с родителями. Спасибо! Ну что же, друзья, для всех любителей заморочиться по-взрослому. Следующее музыкальное домашнее задание представляет команда КВН факультет журналистики Санкт-Петербург. Друзья, в финале нам хотелось бы поговорить о том, что близко многим из нас. Итак, всем, кто потратил лучшие годы своей жизни в музыкальной школе, посвящается. В музыкальную школу меня отдали не родители. Родители не пожелают плохого своему ребенку. Это сделала бабушка. У меня еще проще история. Мой отец изначально был против того, чтобы я играла на рояле. Я мешала ему спать, а он спал в рояле. А я родился в семье удмуртских олигархов. У нас было три коня и стиральная машина. Я был самым маленьким, поэтому меня все били. Но однажды я нашел то, что было меньше меня и что я мог бить. Это был барабадзе Миша! Ох уж он меня отхватывал! А я в музыкальной школе сразу же выбрал гитару, потому что она напоминала мне о моей первой девушке. Тот же изгиб талии, длинная шея и маленькая голова в бегудях. Закончив музыкальную школу, я выпустил два хита. Проводник мешает чай и... Курица готова! И я сразу же понял, что на этом моя сольная карьера исчерпана. Поэтому я решил собрать группу и отправился в ближайший бар, откуда звучала музыка. Войдя в бар, я сразу увидел ее. Красотка, девушка лет 16-47. Она сидела и скучала. Это была я. Как правило, я не хожу по барам, но в этот день мне было очень неспокойно. Дело в том, что мой жених поймал на похоронах венок. Я увидел, как в бар вошел белый прямоходящий человек с парой ушей. В армии меня научили запоминать детали. Да, в этот день я зашел в бар, чтобы снять напряжение. Я сбил человека в афраке и бабочке. А что? Я всегда вожу в афраке и бабочке. Я элегантный водила. Вдруг я на себе поймала взгляд элегантного водителя. Дамочка, вас подвезти? Да. Отвезите меня туда, где мир не так жесток и безобразен. В Геленджик? Можно в Геленджик, а потом обязательно туда, где мир не так жесток и безобразен. Так и собралась моя музыкальная группа. Гитарист, барабанщик, клавиши и кто ты? А я не ходила в музыкальную школу. Я ходила в танцевальную. А знаете, когда я туда пришла, мне прям так там и сказали, вы настолько талантливы, что можете к нам даже не ходить. Даже будет лучше, если вы к нам вообще ходить не будете. Я и не ходила. Зал, зал, что сидим-то, ага, танцуем. Танцуйте, друзья, смелее, танцуйте и пойте. Пойте. Все, кто поет в душе, все, кто поет перед зеркалом в расчетку, пойте. Ведь если верить караоке, вы поете великолепно. Она права. Вставайте и пойте вместе с нами. Да, я согласен. Каждый из нас играет на своем инструменте ужасно. Но вместе, вместе же мы играем просто чудовищно. Вы смеетесь, а значит, это здорово. И отдельное спасибо. Хотелось бы сказать нашим родителям, которые каждому из нас когда-то давно сказали, иди, учись в музыкальную школу. Когда-нибудь, где-нибудь, тебе это обязательно пригодится. Спасибо. Пригодилось. Следующая команда играет в премьер-лиге уже второй год. Два раза подряд она доходит до финала. Думаю, что это последний год, когда она играет в премьер-лиге, потому что два года подряд играть на 16-битной приставке просто невозможно. Sega Mega Drive 16-бит. Высшая школа экономики. В финале наша команда хотела сделать что-то грандиозное и совершить ограбление века. Но так как КВН-у 50, мы будем делать ограбление полувека. Итак, по мотивам 11 друзей Оушена, где-то в засекреченной квартире. 30 секунд начало операции, его еще нет. Вызывали? Да. Нам надо украсть кое-что, кое-где. Мы тебе заплатим. Сколько? Кое-сколько. Так, что делаем? Смотри. Вначале мы забираемся на банк по веревке. Так, нет, стоп. Это слишком сложно. Давай воспользуемся лифтом. Нет, это слишком опасно. Хорошо, будем действовать по-простому. Андрей становится на тебя. Я остановлюсь на Андрея. И что дальше? Ну, все просто. Ты становишься на меня. Мы же можем упасть. Ничего страшного. Упадем, начнем сначала. Андрей становится на тебя. Я остановлюсь на Андрея. Хорошо. Будем пользоваться проверенным способом. Берем большую рогатину и кладем туда галю. Отлично. Нам сюда. Смотри, вот сейф. Так, здесь десятизначный код. Кажется, я его знаю. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Стоп. Кажется, я понял логику. Ты говоришь цифры, я их нажимаю. Продолжаем. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Берем деньги и лезем на крышу. А следующая сцена содержит в себе много перестрелок и жестокости. Поэтому мы ее сделали такой, что она понравится даже самым маленьким. Как кажется, нас окружают. Ребят, у меня загорелась крыша. У меня тоже. Так, ничего страшного. Надо просто посильнее думать. Черт. Здание горит. Прыгаем. Ребят, деньги у меня. Как бы не так. Я не хочу деть деньги на троих. Отдай мешок ей. Беги. А мы тебе доверяли. Всегда говорил, что женщина в команде — это к беде. Да, ребят, ладно, куда же я от вас уйду? Ведь, во-первых, мы одна команда. А во-вторых, ну какой разумный человек может уйти из КВН из-за мешка с нарезанной бумагой? А в конце мы хотели бы сказать спасибо за сезон. Sega Mega Drive 16-bit. Любите КВН за то, что он разный. На сцене команда КВН «Рижские готы» ТВА. Трэш-театр «Рижские готы» представляет. Трепещите. Постановка «Тюймовочка». Мама, что это? Знакомься, это твоя невеста. Мама, она некрасивая. Запомни, сын, не бывает некрасивых дочерей у богатых родителей. Верно. Кто это сказал? Выходи за меня замуж. Крот, ты себя в зеркало видел? Ммм, а ты стерва. Невозможно веселиться, превратился дом наш в ад. В нем недавно поселился очень редкостный мутант. Он такой же, как все люди, но два рта на голове. И он без конца играет на кларнете и трубе. Пап-пап. Пап. Трэш-театр «Рижские готы». Да. Отлично, мы вас сносим. Как? Бульдозером. Семенович, заводи! Пап, да вы что? Подождите! Бульдозером по русским сказкам? Каким сказкам? Итак, пошла муха на базар и купила. Смотрим. Дед, сколько стоит шмайсер? Значит, я сейчас отвернусь, а ты мне камнем по затылку шибани. Снимай с меня валенки, шапку, забирай шмайсер и в лес беги. Что это за цена такая? Дочка, я ничего не накручиваю. За что купил, за то и продаю. А вот это да, вот это новое слово в искусстве. И слово это хрень. Сносим точно, Семенович! Подождите! Вы же еще не слышали нашу приму. Песня «Откровение» исполняет Евгения. Я уже совсем большая, скоро будет 20 лет. Дотерпела до финала, есть вопрос, ответа нет. Может, знают люди в зале, что же делать, как мне быть? Почему нельзя со сцены слово «сиськи» говорить? В высшей лиге это слово говорил один пацан. Чемпион был, между прочим, звали Миша Галустян. Тут все признаки сексизма и дискриминация. Почему армянам можно, а нам девочкам нельзя? Подошла я к Маслякову разрешение просить, Чтобы песней с этим словом премьер-лигу удивить. Заглянув мне за гитару, дал он сразу же ответ. Нет, нельзя, не разрешаю, их там нет и песни нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! Да. А теперь даже бульдозер не нужен. Молодец. После этой песни вас Александр Васильевич сам в цемент закатает. Ну что, трудно было просто выйти на сцену, Красиво станцевать, весело пошутить, Ну как нормальные команды. Уважаемый, знаете что? А мы будем делать то, что нам нравится. И спасибо КВНу за то, что на свете есть такое место, Где мы можем оставаться самими собою. Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Есть годы прямо среди вас, Их выдают размеры класс, Талант в искусстве роль вперед. Есть год, который вам поет, Есть год, который просто тот, Еще раз под землей полно. Годы, если шутят, то с умом. Годы, если годы, то во всем. С вами была команда КВН «Рыщи годы ТВ». Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Завершает музыкальное домашнее задание Команда КВН Иркутского государственного университета. АПЛОДИСМЕНТЫ Последняя игра сезона. Ставки слишком высоки. Поэтому мы представляем вам Самое непобедимое музыкальное домашнее задание За всю историю КВН. И первый наш номер действительно непобедим. Потому что номер, в котором принимает участие сам Александр Васильевич, Победить невозможно. Многие молодые команды представляют себе Первую встречу с Александром Васильевичем Масляковым Примерно так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну прям все смешно. Я еще такой смотрю, смешно, смешно. Думаю, когда будет не смешно, нет у них все смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не, у нас в клубе, конечно, есть смешные команды. Но там один, максимум два смешных человека. А вы все смешные. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто так сейчас сказал Дима, Сережа, Саша, потому что в каждой команде КВН есть Дима, Сережа, Саша. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и кто у таких смешных самый смешной? Ну, вы Александр Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ И с разминкой у вас все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но есть проблема. Много и все смешно. Много и смешно. Надо что-то убрать. Ну что уберем? Может быть Камызяк? Или Готов? Ладно, пойду в жюри, там не смешным всем не смешно поставлю. АПЛОДИСМЕНТЫ БЕЛОЯ СТРЕКОЗА Так, стоп, парни! Что это за песня в нашей непобедимой музыкалке? Это Квест Пистолс, Белая Стрекоза Любви. Здорово, но музыка мне нравится, потанцевать можно. Но слова-то просто какие-то непобедимые. Возьми ты и спой басню Крылова. БЕЛОЯ СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ! СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ! Потом морали все. Ой, ты сам-то хорош слушаешь свой рэп. Ты думаешь, там слава нормальная? Давай там басню Крылова прочитаем. Озел, проказница, мартышка, косолапый мишка. Это Иван Крылов, 1811. Никитос, давай! Лови мораль, е! Проказница, мартышка, осел, козел да косолапый мишка. Затеялись играть в квартет до Сталина. Баса, альта, две скрипки. Слушай, спасибо, но мне нравится, нравится. А вот моя любимая басня «Мартышка и очки». Если ее спеть вместо этой чуши, вообще хит получится. И я слабо глазами стала, словно чумачечая. И пошла в аптеку я приобрести очечи. То их полизала, то на хвост их нанизала. Очки не действуют никак. Взяла их и сломала, пришла очка. Парни, тише! Все прекрасно знают наших непобедимых девушек-синхронисток. Но никто и ни разу не видел супернепобедимую мужскую сборную по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, смешно? А теперь то, что делает этот номер действительно непобедимым. Итак, мужская сборная по синхронному плаванию, но только вид сзади. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну и в конце концов, по-настоящему непобедим ты тогда, когда у тебя очень много друзей. Поэтому свою финальную песню мы будем петь не про себя, а про наших друзей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глот и Сега, Кабызяк, нам давно друзьями стали. Петербург и Ананас с нами в счастье и в печали. Достойно оценить их, вы имеете влияние. Все они достойны звания, пять команд достойны звания. Звание вице-чемпион. Вице-чемпион. Весь сезон с вами команда Иркутского государственного университета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так на этом все. И мы приглашаем КВН-щиков на сцену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, друзья, у нас такое представительное жюри, что, безусловно, хочется услышать, что же они думают по поводу всего увиденного. Прошу слово нашим уважаемым судьям. Извините, уважаемый ведущий, нельзя нам повторить вот... Шесть выступлений последних? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так думаю, вам нужно повторить средний, общий счет, да? Ну, ведущие в КВН не должны шутить, это правильно. Ты не зря здесь стоишь, мальчик. Я имею в виду... Результаты еще раз нам скажите. Значит, результаты следующие. Они очень простые, друзья, всего шесть команд. А на нас Рижские готы и сборная Командиакского края 14 баллов. Команда КВН из Иркутска 15 баллов. Сега Мегадрайв и факультет журналистики 16,5 баллов. Прошу, Александр Васильевич Масляков. Добрый вечер. Я хочу сказать, поздравить всех, кто участвовал в этом сезоне премьер-лиги с окончанием этого сезона. Сезон был непростой. Непростой в смысле того, что игрался по новой схеме. И тут уже филонить командам было сложно. Знаете, или проиграл и вылетел, и свободен. Или выиграл, и пару месяцев тоже свободен, готовишься, готовишься к следующей игре. Тут очень напряженный график был. Все 12 команд прошли убедительное количество игр. Кто-то справился, кто-то не справился с таким количеством игр. И вот мне очень понравилась эта система. Повторюсь, непростая, сложная система набирания очков в каждой игре. В итоге мне хочется напомнить и сказать спасибо не только шестерке, которая стоит на этой сцене, но и той шестерке, которая в числе 12 начинала этот сезон и играла какое-то время. Я хочу поблагодарить команду КВН «Бамонт» «Челябинск», команду «9 минут 11» «Институт экономики» «Подольск», команду «Общее дело» «ГУ Москва», команду «Жест» «ТГПИ «Таганрог», команду «Сделано в Хабаровске» «Хабарос», команду «Маленькая страна» «Сухум». Спасибо им всем, спасибо, спасибо вам, вы молодцы. Юлий Гусман, под ваши бурные, друзья. Сегодня мне очень надо сказать вот что. Вы знаете, вы не только не подвели год 50-летия, а вы его уже немножко подняли. Чтобы в первой лиге было бы шесть таких классных команд. Премьер лиги, Юлий Славович, вы не туда пришли. Я не люблю иностранные слов, мой друг. Итак, премьер лиги, чтобы не огорчать моего любимого ведущего. Вы не в школе, а в университете. Потому что премьер лига – это реальный университет КВН. И ректор у него замечательный. И позволь мне, Саша, я на правах... У нас один ректор, не чертите меня с отцом, Юлий Славович. Я не знаю, у вас еще мать есть, у вас друзья, родственники. И ведущий сегодня был замечательный. Он был веселый. Вы знаете, это... Это трудная работа. Вот с такой армией умных, ярких, молодых и музыкальных управляться. Я бы очень был бы рад, если мне доверять честь судить еще и высшую лигу на следующий год. Увидеть вас в высшей лиге. Я желаю вам ни пуха, ни пера. В этот год все равно вы, все равно вы играли в исторический год. Год 50-летия КВН. И выиграли. И я вас поздравляю. Константин Львович Армст. Ну, я первый раз сужу премьерку. По-моему, в отличной форме. И разница уже почти стерлась до неузнаваемости. Все, кто сегодня играл, действительно достойны этого финала. Рига, молодцы. Сега, уважуха. Вязьма, чуть-чуть не хватило. Иркутск. Классные штаны, вы такие же. С Журфаком и с Питером мне сложно. Я закончил школу, которая через дорогу. 35-ю школу, которая ровно через дорогу от Журфака. Камазяки, вы для меня сегодня открытие. Азамат, записывай. 8-903. По-моему, вы сегодня все достойны перехода в вышку. Даже, честно говоря, не хочется портить впечатление от ваших слов и переходить к каким-то презренным оценкам, но, тем не менее, придется это сделать. Итак, максимум за музыкальное домашнее задание 6 баллов. И прошу оценки для сборной Камазякского края. 4-4-4. 12 баллов ровно. Ананас Вязьма. 4-4-4. 12 баллов ровно. Факультет журналистики Санкт-Петербург. Все судьи пятерки. 15 баллов. Сега Мега Драйв 16 битв высшей школы экономики. Вновь 15 баллов. Рижские готы ТВА Рига. 15 баллов. Иркутский государственный университет. Все судьи 6 баллов. 18 баллов ровно. Итак, друзья, результаты игры. Команда КВН сборная Камазякского края получает 26 баллов ровно. 26 баллов ровно также получает команда КВН Ананас Вязьма. 29 баллов получает команда КВН Рижские готы ТВА. Команда КВН Сега Мега Драйв 16 битв и факультет журналистики получают по 31 баллу и 5 десятым. Иркутский государственный университет выиграл Премьер Лигу с результатом 33 балла ровно. Поздравляем чемпиона! Премьер Лигу! Премьер Лигу! Премьер Лигу! Премьер Лигу! Премьер Лигу! Ввиду того, что сегодня закончился сезон Премьер Лиги в год 50-летия программы, мы решением Синклита берем в вышку, помимо Иркутска, Питер и Сегу. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что-то, друзья, юбилейный сезон, поэтому масса сюрпризов уже случилась и еще ожидает нас впереди. И все это потому, что КВНу 50 лет. Спасибо, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!